Приближается пора сдачи единого государственного экзамена. Волнуются не только выпускники школ, педагоги, но также и родители. На базе средней школы номер один отделом образования города Новошахтинска был организован пункт сдачи ЕГЭ под номером 110 для родителей. Да, вы не ослышались, именно для родителей. Цель подобного мероприятия – не проверить знания пап, мам или законных представителей, а познакомить с процедурой проведения единого государственного экзамена. У многих родителей неправильные взгляды на то, как процедура эта проходит. Ну, первый, например, взгляд о том, что якобы детей обыскивают и так далее. Это неправильно, такого не происходит. Значит, полиция, которая присутствует, вообще не имеет права прикасаться к детям. Они только просматривают паспортный режим, смотрят за безопасностью проведения ЕГЭ. А те, кто как руководитель пункта, помощники, они уже смотрят за процедурой непроноса лишних вещей на экзамен. В этом году повысилось техническое оснащение пунктов сдачи экзаменов. Помимо того, что у нас есть металлодетектор на входе, обязательно используется еще ручной металлодетектор. А также с прошлого года пункт проведения экзамена оснащен электронными приборами, которые подавляют сигнал сотовой связи. На пункт проведения экзамена таких три. Они стоят, естественно, в районе санитарных комнат, а также в районе кабинетов, которые пользуются, ну скажем так, повышенным вниманием. А это медицинский кабинет. Сотовая связь подавлена полностью. Работает только телефонная линия, которой обеспечен штаб проведения экзамена. Помимо этого, 17 аудиторий нашего пункта проведения экзамена оснащены камерами наблюдения. В каждой аудитории две камеры, которые рассматривают два ракурса и которые полностью исключают наличие любых слепых зон в кабинетах. Что касается детей с ограниченными возможностями здоровья, для них требуются особые условия. И школа номер один оснащена всем необходимым для комфортного сдачи ЕГЭ. Уже известно, что выпускников с нарушением опорно-двигательной системы в этом году не будет. Однако и для таких детей все готово. Начало процедуры экзамена началось в фойе школы. Организаторы рассказали о правилах прохождения через рамку металлодетектора. Контрольно-пропускной пункт номер два. Здесь дети демонстрируют свой документ, удостоверяющий их личность, что это именно они, а не кто-то другой пришел сдавать экзамен. Здесь же им предлагают снять ремни, например, снять различные браслеты, часы и так далее, чтобы пройти через рамку металлодетектора. Рамка металлодетектора, она очень чувствительная. Ее перед каждой процедурой, сейчас она пищит, потому что много людей и так далее, да, но ее перед каждым началом процедуры ЕГЭ, ее специально обученные для этого люди, специально предназначенные для этого организации ее настраивает. Но, тем не менее, она действительно очень чувствительна. Чтобы лишних вещей, золота, часов, чтобы таких вещей не было, ключей, монеты в кармане, все это можно сдать сопровождающему человеку, который ваших детей везет. Эта процедура необходима для обнаружения запрещенных к использованию технических средств. Следующий этап – проверка учеников ручным металлодетектором. Если звуковой сигнал повторится дважды, то выпускник не допускается до экзамена. Светлана Викторовна обратилась к родителям с просьбой внимательно продумать одежду и ее элементы, чтобы не было проблем прохождения через металлоискатель. Если по медицинским показаниям у ребенка имеются металлические предметы в организме, например, брекеты, то необходимо взять справку у врача. В камеру хранения сдаются все личные вещи. При себе остается лишь ручка и паспорт. Все это опечатывается, специальные файлы скрепливаются степлером для того, чтобы исключить любую пропажу каких-то ценных предметов, ключей и так далее и тому подобное. Все это здесь вот складывается, а затем все закрывается и хранится до окончания экзамена. Дежурный в камере хранения находится постоянно. Затем родители отправились в аудиторию, пояснив, что дети будут заранее знать номер своей аудитории и место сдачи экзамена. Рассевшись по одному, родители обратили внимание, что на парте лежал только один листочек и одна ручка. Педагог рассказала о порядке проведения экзамена и правильном заполнении контрольно-измерительного материала. Запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Иметь при себе уведомления о регистрации на экзамен. Выносить из аудитории и пункта черновики экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы, пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте контрольных измерительных материалов КИМов. Родители, конечно, не заставляли сдавать экзамен, хотя любой желающий мог попробовать это сделать. Упускникам же будет отведено определенное время для написания или устного ответа сдачи ЕГЭ. Для каждого предмета назначено свое время. Детям с ограниченными возможностями здоровья времени дается на полтора часа больше. Плюс с собой можно пронести в аудиторию необходимые лекарства, прописанные врачом. Каждая аудитория оснащена камерами наблюдения, где нет слепых зон. В штабе наблюдения, где просматриваются все аудитории, в которых проходит сдача экзамена, внимательно следят, чтобы не было никаких нарушений правил сдачи ЕГЭ. Организаторы постарались экзаменационные испытания для родителей максимально приблизить к настоящим условиям, в которых находятся дети. Скажите, пожалуйста, как страшно сдавать ЕГЭ? Очень, очень за детей страшно. Ну, в принципе, возможно? Возможно, возможно. Возможно, если учиться, если стремиться, все возможно. Возможно, если готовят. Если ребенок занимается, осознанно пошел в 10 класс, то он сдаст ЕГЭ. А если пошел, просто чтобы пойти в 11 класс. Ну, готовиться нужно, учиться нужно. В отличие от родителей, которые первый раз проходили процедуру ЕГЭ, дети около 10 раз в течение года пробовали свои силы на экзаменах. Подготовка государственной аттестации началась еще с сентября 2015 года. И, как говорят педагоги, в целом выпускники готовы достойно пройти минимальный порог по баллам ЕГЭ.